Скажите, пожалуйста, с самого начала, как произошло так, что ребенок пришел домой без цепочки? Сейчас скажу, я работаю в больнице, я работала в ночь, так, с воскресенья, это было 8 февраля, когда она сняла, меня дома не было, я работала в ночь. В понедельник утром домой прихожу, естественно, ребенок был в школе, в часов 8 вечера, я говорю, в ванную она залезла, я пошла ей спинку тереть, гляжу, цепочки нету, где цепочка, но она замкнулась в себе, мам, ну и плакать стала, потом мы играли с учителем, как играли, она вот стала рассказывать, что она мне глаза завязывала, предмет давала, я говорю, какой, ножницы, я говорю, ты была там одна? Нет, там их было девочек, ну, со всего класса она собрала и повела в свой, где она преподавала на первом этаже, а моя дочь училась на третьем этаже. Я в этот день, она сняла у нас, не только у нас, у Мини. Она им, ребенок домой пришел, рассказал все маме. Та позвонила в школу и сразу как-то подкинули. Ну, а мы 8 вечера, и вот 9 февраля мы уже обратились в полицию. И в полицию, вот, я говорю, нам не верили, у меня у самой цепочки, это было в феврале, в куртке было жарко, я расстегнулась, и следователь говорит, а может вы цепочку с ребенка сняли и повесили на себя, может вас учитель обидел этот? Они не хотели брать у нас заявление, вот мне что еще обидно, подсмеивались. Сколько потерпевших? Сколько потерпевших? Да много там. Много, человек 8, вот, у 8 она сняла. Вы как-то с ней разговаривали за это время? С Юртайкиной? Нет. У меня брали показания и ее завели. Ну, она смотрела в глаза, вот, стеклянные глаза. Ну, все. Говорит, я не... Она не извинилась, да? Нет, она сказала, я не брала. Потом меня спустили на первый этаж. Ребенка моего допрашивали, это вот по несовершеннолетним. Оксана Михайловна, фамилию я забыла уже. Скажите, вот этот вот крестик и цепочка, это ваш подарок ребенку, это какой-то особый? Ну, ее крестили, крестной дарила. Ну, а это мы. Конечно, обидно. И сколько, где потом нашли эту цепочку? Нашли, я доходила до прокурора. То есть, в ломбарде потом нашли? В ломбарде мне участковый мой, который вела дело, как фамилия, Наталья Викторовна. Нет, все записи, потому что по ним. У нас Ольга, гостюк Ольга Александровна. Она сейчас в декретный отпуск ушла. Вот, она мне говорит, идите в ломбарде, договаривайтесь с начальником, чтобы не перепродали ваше золото. Ну, я туда пошла, со мной там разговаривать не стали. Ну, кто такая? Потерпевшая. А сейчас по урузовике придет, таких. Ну, я со слезами созвонилась еще там со своими друзьями. Мне сказали, идите к прокурору. Ну, я напрямую пошла к прокурору. После этого золото было изъято, да? Золото было 26 числа, уже отправлено, февраля на экспертизу. И полгода там было, находилось. Полгода, да, Вилен? Полгода. Вернули его 12 июля. Продолжение следует.